Привет. Я Алексей. Ведущий передачи День. Люди. События. Сегодня выпуск о событиях 31 октября. Чем запомнился этот день? В этот день в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года по решению 22 съезда КПСС тело Сталина вынесли из Мавзолея. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. 9 марта того же года его тело было помещено в Мавзолее на Красной площади рядом с телом вождя мирового пролетариата, Владимира Ильича Ленина. Вскоре после 20 съезда партии на партийно-производственных собраниях, обсуждавших итоги съезда, стало все настойчивее звучать мнение о том, что пребывание тела Сталина в усыпальнице Ленина несовместимо с содеянными Сталином беззакониями. Второе событие этого дня. Совершено покушение на Индию Руганде. 15 августа 1947 года Индия добилась независимости. Было сформировано первое национальное правительство. Индира Ганди стала личным секретарем отца премьеры и сопровождала неров во всех зарубежных поездках. Потеряв 1960 году мужа, Индира испытала тяжелое нервное потрясение и на несколько месяцев отошла от политической жизни. Но уже в начале 1961 года она становится членом рабочего комитета Конгресса и начинает выезжать в очаги национальных конфликтов. В 1964 году Индиру постигает еще одна тяжелая утрата, умер ее отец Джовы Харлалнеру. Для Ганди начинается сложная борьба за власть. В 48 лет Индира добилась самого высокого поста в государстве. Правление Индира Ганди было далеко не безоблачным для страны. За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно переключала недовольство народа на премьер-министра. Лучшим в карьере Индира Ганди считается 1971 год, когда она одержала убедительную победу на выборах в парламент. Очередные выборы 1977 года принесли поражение Индире Ганди. Но она по-прежнему в центре политических событий. Прежде всего она объявляет о создании новой партии, Индийский национальный конгресс. Затем Ганди делает еще один сильный шаг – открывает свой дом для посещения всеми желающими. В стране, где так сильны коллективистские традиции, это был шаг к победе. Через три года Индира Ганди снова возвращается к власти, которую сохраняет до конца своей жизни. Последний период правления Ганди оказался для нее трагичным. Неудачно проведенная операция «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских экстремистов привела ее к гибели. 31 октября 1984 года двое сикхов – Биант Сингх и Сатвант Сингх – выпустили в нее 20 пуль.